В любой вуз их бы взяли, что называется, с руками и ногами, но они решили остаться в родном городе и выбрали местные учебные заведения. Речь о так называемых стабальниках, о патриотах местного образования в нашем следующем сюжете. Два выпускника 47-й школы и выпускницы 49-й. Теперь этих ребят многое объединяет. Во-первых, они выложились на ЕГЭ на все 100 баллов. Ну, а во-вторых, при таких результатах стали студентами высших учебных заведений Чувашии. Сегодня они удовлетворили любопытство СМИ и ответили на главный вопрос. Почему? Долго думала, куда мне пойти. Думала или медицинский, или химический. Потом подумала, что медики – это востребованная профессия и решила пойти на медицинский. Учеба в другом городе, но я даже не рассматривалась. Мне кажется, мне было бы тяжело в другом городе. Там бы я думала не об учебе, а как прожить, наверное. А медицинский требует большого внимания. Андрей тоже выбрал медицину и тоже в ЧГУ. Жизнь в большом городе его не пугала. Однако смысла куда-то уезжать молодой человек не видел. Я думаю, что здесь предоставляют такие же знания и практические навыки, как и в других субъектах Арктической Федерации. Я думаю, они не уступают в наш Чебоксарский вуз, другим вузам. Что ж, учиться молодые люди решили в родном регионе. А вот о том, где будут применять знания, то есть работать, пока думают. В отличие от них, еще одна стобальница, кстати, тоже студентка медфака. Факультет от стоматологии уже планирует остаться. Стоматолог – это звучит престижно. Это престижная работа. Хорошо оплачиваем всегда. Для ЧГР действует федеральная программа для регионов. Очень много возможностей для молодых специалистов. Всегда можно уехать в сельскую местность и получить подъемную. И выбором своих учеников и баллами в школе гордятся. Преподаватели отмечают – особого рецепта подготовки стомальников нет. Как бы банально ни звучало, главное – труд. Эти дети занимались дополнительно на факультативах. Ежегодно мы готовим их к Олимпиадам местного уровня, городского уровня, республиканского уровня. И вот все это. Плюс еще индивидуальная работа. С стобальным результатом не приходят ни сразу. Потому что, когда начинался именно единый государственный экзамен, у нас были 80 и выше баллов. А потом уже постепенно мы научились. Поэтому баллы получились 92 балла, 96 баллов. Только вот в этом году стобальники. Так что это нелегкий путь. Кроме почета за успехи своих подопечных, преподаватели получают надбавку в стимулирующей части зарплаты. Ученики же главный подарок сделали себе сами – возможность выбрать вуз и учиться там бесплатно. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика.